Приветствую всех на своём канале. Мы в городе Елец. И сегодня Елец вспоминает событие, которое произошло более 600 лет назад. Мы сейчас находимся у Вознесенского собора на Красной площади, куда должен прийти крестный ход из одной из церквей Ельца, которая называется, ну, в простонародье она называется Красная церковь или Лучковская церковь по названию одного из районов Ельца. А многие её называют как церковь иконы Елецкой Божьей Матери. И вот это именно событие, явление Божьей Матери, которое произошло более 600 лет назад. Сегодня Елец вспоминает из этой церкви, ну, как вам расстояние в километрах, я не скажу, но это около пяти остановок автобусных. И вот как раз идёт это шествие из той самой церкви через почти весь город. Идёт крестный ход до Вознесенского собора, а потом, соединившись с людьми, которые ждут у собора, и здесь же присоединятся и некоторые воскресные школы детские, и присоединится православная гимназия, крестный ход идёт дальше, на гору Аргамач, где как раз по преданию и произошло это самое событие, о котором я, конечно, вам немного побольше расскажу. Елецкие собаки тоже участвуют в крестном ходе. Это передвижная звонница. Едет медленно, чтобы не сбивать с ритма звонарей. Посмотрите, сколько людей. И многие снимают, как и я, потому что с современными средствами это, конечно, очень просто, и многим это останется на память. Все встретились, и дальше идут уже общей колонной, общим шествием, идут дальше на гору Аргамач, как я и говорила. Необычное название у этой горы Аргамач. Ну, как тоже народное предание сообщает, это немного искажённое от слова Аргамак. Что же случилось 600 лет назад, и почему гора так называется, и почему это шествие? Дело в том, что в те времена Елец был небольшим, совсем как бы пограничным городком, пограничной крепостью, своеобразным заслоном на пути Орд из Дикой степи, из Дикой Орды. Знаете, что были многие набеги кочевников на Русь, и вот в один из таких набегов Тамерлан со своей Ордой, со своими воинами вторгся на территорию Руси, ну, и в планах у него, конечно, был не Елец, а дойти, дойти, ну, чуть ли не до Москвы. Может быть, и до Москвы хотел дойти. И вот в это самое время, это, напомню, день 8 сентября. В Москве в это время празднуют Сретенье иконы Божьей Матери Владимирская. То есть в Москве-то, конечно, знали, что совершено уже это нашествие, этот набег на русские земли. И там, конечно, и воины собирались и готовились. Эти люди, которые могли помолиться о победе русского оружия, конечно, молились. Из города Владимир в Москву шёл тоже крестный ход и нёс икону Владимирской Божьей Матери. И это Сретенье, встреча, попроще говоря, встреча этой иконы. Это как раз было в Подмосковье, вот там это происходило. А в это самое время Тамерлан уже дошёл до Ельца, две недели грабил окрестности, сжёг и сам город, ну и убивали, и захватывали в рабство, и всё, что вот при таких набегах, бедствиях случается. Всё это и происходило. И как раз Тамерлан разбил свой лагерь на этой горе, куда мы сейчас и идём. И по преданию его любимый конь Аргамак то ли сорвался с этой горы, то ли спрыгнул сам. И, ну вот, вроде бы, вот в память об этом событии искажённая Аргамак, Аргамач, так и осталось в памяти людей. Но в памяти людей осталось и другое событие. А Тамерлан ночью спал в своём шатре на этой самой горе, куда мы сейчас и идём. И приснился ему сон, приснилась ему женщина необычайной красоты. Но видно, что гневалась эта женщина, а с ней какие-то воинства были. И не понял Тамерлан этого сна. И что это было? Позвал своих толкователей. Кто одно говорил, кто другое. Ну вот один из этих толкователей сказал ему, что это мать русского бога. Она на тебя гневается, предупреждает тебя. Ну и, в общем, говорит, что если не послушаешься, будут у тебя великие бедствия. И по тому же преданию было явление не только самому Тамерлану, но и на небе. Многие жители видели явление Богородицы. Тамерлан устрашился, развернулся со своими ордами бесчисленными, которые победоносно шли по русской земле и вернулся опять в свои степи. Трудно сказать. Некоторые скептики утверждают, что да и не было никакого явления, да кто там был в этом шатре, да кто видел этот сон. Но объяснить никто не может. Почему? Идя с победой, идя, захватывая небольшие городки, и войско было очень большое у него. Почему он развернулся, не пошел грабить более богатые, крупные города, а развернулся и ушел? Необъяснимо. Но вот в память об этом событии сейчас люди идут на эту самую землю. КОНЕЦ Ельчане, конечно, сопротивлялись. Тогда правящий князь Федор Иванович Елецкий воевал. Принимали они бои. Но все было напрасно. Елец был сожжен в очередной раз. Тогда же большинство строений были деревянные. Город был сожжен, разграблен. Потом-то, конечно, восстановился. А Тамерлан развернулся и ушел. И вот именно это событие ельчане сейчас и вспоминают, и благодарят заступничество Божией Матери, явленное и в окрестностях Ельца, и для всей, для всей Руси. Я, конечно, вижу и знакомые лица. И эти лица тоже меня видят. Сейчас подойду поближе. Это церковь Рождества Богородицы. По голубому цвету понятно, что посвящено именно Божией Матери. А вот там собор. Это откуда мы с вами сюда пришли. Услышанный Божий, спаситель наше упование всех концев, земли, сходящих моря далечия. И милости в милости будет, Владыка, в гресе наших и помилуйны. Милости Боя человека любит Бог, если и Тебе славу воссылает. Отцу и Сыну, Святому Духу, ныне и присно и вовеки веков. Я вам попозже вставлю изображение той иконы, с которой шли верующие и события, на которые запечатлено. Вы все увидите чуть попозже. От суеты житейские возникшие ума своего помыслы во едино собравшие ко Твоей Богородице иконе Елецкой очи души телес наших возвязаем. И Тебе взыносится. Не остави, причистоя нас, ни мощных в огресе наших расцветися, ни попусти злому демону души нашей. Разных возрастов, и мужчины, и женщины. Помози нам того заповеди и присно памятовать священство. Елецкий архиерей, епископ Максим. Субтитры создавал DimaTorzok и мудро пресвятая богородицы спаси на 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 икону елецкой божьей матери этот образ был на все небо вот это явление сколько там было размеров в десятках метров размеров но на все небо предстала царица небесная это было такое великое чудо люди радовались плакали вот и это говорило и это явление иконы царица небесная и устрашила кочевые племена на захвате хавтомерлана она устрашила их и узнал о своих толкователей это образ их матери их бога и они повернулись и ушли вот видите поэтому мы должны знать что самая большая во всей истории мировой христианство икона в ельце на все небо и как раз в этом и мы видим что нет ни одного места чтобы не увидела божья матерь нет ни одного уголка потаенно что божья матерь не услышала нет такого как на земле родная мама мать которая из младенчества все сердце ребенка в ребенке и уже ребенку 50 60 лет он для нее все ребенок так вот и у царицы небесной очень много детей род христианский от края до края от севера до юга от востока до запада и мы сегодня радуемся что мы в древнем городе ельце радуемся что сохранили храм елецкой иконы божьей матери величественный храм который восстанавливается и сильно приукрасился разлучительно большое славословие а здесь небольшое угощение для тех, кто пришел комфорт, пирожки, печенье, кексы ну а вот и церковный хор готовится вы сами сейчас все послушайте увидите и я думаю вы все уже поняли кто здесь регент церковного хора что он за вся земля величай и без силами в теле небеса и счастья все бехи рубимы и все родины непрестанными глазами без себе безусловие ну а вот и твёртв дурит Daten o блог арaby при bu Pain тел очень его Субтитры создавал DimaTorzok 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 Сейчас все верующие подходят Прикладываются к той самой иконе Елецкой Божией Матери И потом уже все расходятся Я тоже благодарю вас за то, что вы побыли со мной, послушали меня Мне-то вот еще предстоит обратная дорога Я как безлошадная иду домой пешком Впрочем, я в этом не одинока, многие идут пешком Мы идем сейчас более коротким путем, не тем, которым шли крестным ходом, а покороче Но зато этот путь труднее Сначала вниз, потом на гору И этот путь тоже надо суметь пройти И я прошу вас немного еще побыть со мной Я просто хотела вам показать Вот туда, к собору нам надо попасть Я вам хотела показать одно из своеобразных мест Ельца Ну, его трудно назвать достопримечательностью Но я когда туда попадаю Всегда для меня великая загадка Как же люди здесь жили И продолжают жить Это вот летом как-то еще более-менее все А зимой... Нет, я не про вот этот вот мостик А вы увидите сейчас чуть дальше Мы спустились с горы Той самой Аргамачинской А теперь будем подниматься к собору И вот вы посмотрите Какая здесь дорога Ну, кое-где можно проехать на машине А вообще, посмотрите Вот на эту крутизну Тут поневоле вспоминаются горные районы Ну, типа Кавказа И горный серпантин Здесь-то тоже можно по параллельным улицам передвигаться Но тем не менее Представьте, что сейчас зима Снег Вот эти ступени обледенели Это в пору сесть на попу На самом верху И до самого низа съехать Я не знаю, как здесь люди живут Я-то живу в местности поровнее А это... А как тут раньше на лошадях-то ездили? Вот какая лошадь с телегой Да если еще груженая Поднималась в эту гору Я просто не представляю Здесь же и раньше люди жили Это же была улица Сейчас-то здесь, конечно, на машинах меньше ездят Здесь больше пешком На машинах, как я и говорила Ездят по своеобразному серпантину По параллельным улицам Но тем не менее И это же... Это же я даже не знаю Ну, согласилась бы я тут жить Не согласилась Хотя, знаете, при нынешних ценах На недвижимость Наверное, если кому-то что-то тут досталось В наследство от предков Ну, человек, наверное, все равно будет рад И все равно будет тут жить Тяжело Вот я, конечно, не очень старый человек Без палочки хожу Но подниматься тяжеловато Задыхаюсь А вот сейчас справа Будет самая старая церковь Ельца Не слева Слева просто дом А вот справа Вот она Самая старая Но я надеюсь О ней рассказать вам подробнее Попозже В следующий раз А пока вот просто Церковь введения во храм Пресвятой Богородицы Надо сказать, что в Ельце Очень почитают Богородицу И есть и Покровская церковь И вот введенская И Рождество Богородицы И Елецкая икона Божьей Матери Казанская иконы Божьей Матери Знаменье иконы Божьей Матери Это я еще не все сразу вспомнила Не все сразу сказала Ну, вот я вам показала этот участок Который всегда меня вводит в ступор Я не представляю, как здесь люди живут зимой И как раньше здесь жили И продолжают жить А пока благодарю вас За то, что вы побыли со мной И со всем Ельцом И прошлись этим крестным ходом Сейчас я еще раз покажу вам Ту икону, о которой шла речь О котором событие Вы еще раз ее увидите А я с вами прощаюсь Благодарю вас за все До следующей встречи С вами была Марина И город Елец Старинный, провинциальный По-своему красивый По-своему замечательный А вот и та самая икона Вверху изображено небесное воинство Слева святые русские А справа лагерь Тамерлана То самое событие Которое мы сейчас и вспоминали